Телеканал Север решился на эксперимент, который еще в прошлом году назвали бы как минимум рискованным. Пройти комитрофию на легковом автомобиле без посторонней помощи. Для этой цели мы выбрали вот такую городскую малолитражку, которая никак не предназначена для езды по пересеченной местности. И вдобавок с очень низкой подвеской. Хозяина нет на реке. Настоящего хозяина. Вы видите машины какие? Сейчас команды уже редкость на пороне. Ранним утром мы оставили Ижму с ее аэродромом. Дало себе знать голод, но в 7 утра не работала ни одна столовая на нашем пути, а скоро следы цивилизации пропали вовсе. Выезжая на материк, все же стоит запастись продуктами, иначе придется передвигаться впроголодь до самой Ухты. А это сомнительное развлечение. Следующие 100 километров – обычная российская дорога. Убитый временем асфальт – очень редкие автомобили кругом тайга. Ехать приходится осторожно, чтобы не собрать колесом какую-нибудь неожиданную яму, но позволить себе скорость в 90-110 вполне реально. Через час пути мы врываемся в тишину поселка Ирайоль, который в столь ранний час нарушает только шум железной дороги. Здесь ближайшая станция на пути к Наринмару. Это на заметку тем смельчакам, кто отважится ехать в заполярную столицу наземным транспортом без личного автомобиля. Именно там мы надеялись въехать на только что открытую федеральную трассу с ее идеальным асфальтом, разметкой, придорожными кафе. Но не тут-то было. Наоборот, асфальт внезапно кончился. Тонкий намек на то, что нас ждет дальше – надпись «Шиномонтаж», вколоченная на обочине. Это инновационное дорожное покрытие, пористое. Оно специально так сделано, чтобы водитель за рулем не уснул, потому что на такой дороге ты попробуй поспеть. Отсыпка, конечно, вполне проезжая. Резких неровностей немного, глубокие ямы замечены не были. Но о комфортном вождении говорить не приходится – трясет нещадно. Удивительно, что до Наринмара доезжают хоть какие-то фрукты и овощи. Во что превратились персики, захваченные нами на обратном пути, в эфире показывать просто неэтично. На встречке ям всегда меньше. Однако ворчать нам пришлось относительно недолго. Через 50 километров отсыпка сменилась асфальтом. Тем самым свежеуложенным. Сразу ожил навигатор. Продолжайте движение. 52 километра. 52 километра – действительно хорошей дороги. Власти Республики Коми постарались на славу. По участку Керки-Малая Перо хочется проехать дважды и даже трижды. Разметка на всем протяжении дороги, аккуратные съезды и остановки общественного транспорта. На обочине – обустроенные места отдыха для водителей. Дорожная сказка. Иначе не скажешь. 52 километра оптимизма. Если построили здесь, осилят и остальные участки. К концу года мы проведем уже первый конкурс. Это даст возможность в течение ближайших двух лет сдать более 80 километров из вот этой дороги между Ухту и Печором. То есть ликвидировать вот эти вот разрывы, которые еще там существуют. Со стороны Наринмара останется достроить 83 километра. Ресурсы для этого есть. Ненецкий округ получил полномочия по строительству дорог межрегионального значения. Именно это мешало сдать километры раньше. Регион просто не имел права строить магистраль. Мы надеемся, что с 15-го года мы активно начнем достраивать вот эти оставшиеся 83 километра на условиях софинансирования. То есть часть будет бюджетных средств Минского автономного округа и федеральные средства. За пару десятков километров до Ухты – поворот на Нижний Одис. Еще в прошлом году всем желающим попасть в Наринмар приходилось ехать под этот знак. За тем самым незабываемым приключением – Коми Трофи. А так сейчас выглядит старый серпантин Коми Трофи. По сути, никому не нужная просека в тайге. С открытием федеральной трассы Республика Коми лишилась одной из сомнительных достопримечательностей – самой плохой дороги России. Это работа. Это всего лишь работа. Была дорога, была интереснее. Коми Трофи веселее было. Сейчас все едут уже по другой дорожке. Город Ухта – родина российской нефти. В 1597 году первое в стране черное золото было собрано на реке Ухта и доставлено в Москву. Через несколько лет появились первые нефтепромыслы. Тогда нефть собирали не так, как сейчас. Черпаки да ведра – вот орудия труда первых нефтяников. Годовая добыча исчислялась не миллионами тонн, а всего лишь десятками килограммов. В 20 веке сюда пришел ГУЛАГ, узники которого и выстроили поселок, вскоре разросшийся до города Ухта. По-настоящему нефтяного города. Все это нам рассказывает Андрей Пулькин, начальник управления внешних связей Ухтинского государственного технического университета. Декорация на фоне – экспозиция университетского музея. Заглянуть сюда следовало бы всем автопутешественникам. Музей сработан добротно и открыт для всех желающих. Самый, пожалуй, любопытный экспонат – макет единственного в России месторождения нефти, где черное золото добывают не из скважины, а в шахте. Суть ГУЛАГ заключается в том, что нефтенасыщенный пласт, он разогревается огромной системой скважин, которые вот здесь подсвечены синим цветом, да. Это паронагнетательные скважины, так скажем, нагревательные скважины, которые разогревают пласт с нефтью. Нефть, соответственно, разжижается. И самотеком по другим скважинам, это уже другая система скважин, вот они отображены здесь красным цветом, да, она поступает в, так скажем, резюрары подземные, где собирается вот эта нефть, а потом поднимается на поверхность. Такое месторождение – мечта студента. Существует тысяча способов подъема нефти из шахты. Каждый новый дешевле и эффективнее предыдущего. Внедряются изобретения, получаются патенты, практически все разработки ведутся на базе УГТУ. Ухтай и Наринмар – города побратимы, нефтяные, суровые, северные. И при этом очень разные. Особенно бросается в глаза разница на овощных развалах. Разнообразие при цене заметно ниже Наринмарской. Черешня была, сейчас слива, там абрикос пойдет, там публика пойдет. Следуя через Ухту, стоит уделить несколько минут на осмотр еще одной городской достопримечательности. Удивительное здание, не имеющее аналогов. Пожалуй, хороший символ постсоветского наследия. В советское время религиозным объектам очень часто подменяли функционал. Так было, например, с Пустозерской церковью, которая стала сельским клубом, а сейчас полузаброшенная стоит в деревне Устье. В Ухте сделали с точностью да наоборот. И за моей спиной бывший клуб, на который повесили крест, смонтировали колокольню, и вот готов православный храм. Ближе к ночи Ухту накрывает темнота. Непривычно после Наринмарского полярного дня. При этом городские власти на автолюбителях откровенно экономят. Интересная особенность Ухтинских и Сыктывкарских дорог. Здесь уличное освещение просто не горит. Сами местные водители объясняют это тем, что, мол, ну как, зачем? У нас же белые ночи. Вот на самом деле назвать эти ночи белыми не поворачивается язык. А состояние дорог в городе как после бомбежки. Поэтому ездить крайне некомфортно. Утром мы снова выходим на трассу. 333-километровый пробег до Сыктывкара занимает часа 3-4. Дорога меняется до неузнаваемости. Крайний север кончился. Тайга по обочинам сменяется заправками и придорожными кафе, деревнями и небольшими уютными городками. Каждый дорожный знак дублируется на русском языке и языке коми. В поселке со смешным названием Ляли мы встречаем еще один объект советского наследия – разрушенный православный храм. Церковь Богоявления Господня расположена на высоком берегу реки, в центре села. Здание храма строилось с 1852 по 1857 год. В 1941-м храм в селе был закрыт для проведения богослужений, а здание национализировали и передали местным властям для хозяйственных нужд. В 92-м году его вернули православным верующим. Однако дальше таблички «Охраняется государство» реставрация не пошла. Богослужения здесь не проводятся. От села Ляли до Сыктывкара остаются считанные километры пути. Автомобиль пройдет их за несколько минут. Асфальту укладчику понадобилось несколько недель, чтобы обустроить этот путь. Многие миллионы рублей уходят на поддержание дороги в проезжем состоянии. А сколько работы еще впереди, даже представить сложно. Власти республики Коми обещают дойти до Усинска к 2017 году. Власти Ненинского округа пойдут навстречу. В самом буквальном смысле, уложив асфальт на своих 83-х километрах ответственности. Наринмар утратит статус самого изолированного региона России. Упадут цены, появится больше товаров с материка. Вероятно, придут крупные торговые сети. А главное, уйдет в прошлое слово распутится. Заполярный город станет доступен для поставок круглый год. Все это – дело ближайших лет. А пока автострадой, которой нет, пользуются по большей части свои. Дальнобойщик Николай на комфортабельном грузовике. Константин и его КамАЗ, которые на пару скучают по Коми-Трофе. Была дорога, было интереснее. По Коми-Трофе веселее было. Сейчас все едут уже по другой дорожке. Капитан Александр Барановский, который лавирует между печорскими отмелями на громоздком теплоходе с баржей. Наш автомобиль тем временем пересекает черту города Сыктывкар. Столица соседнего региона – состоятельный город с крупными торговыми центрами, дорожными развязками, федеральными и мировыми торговыми сетями. Железнодорожный вокзал, кафе и рестораны, супермаркеты. Одним словом – материк. Столица республики Коми, город Сыктывкар – первый крупный транспортный узел по пути с севера. Здесь и железнодорожный вокзал, и аэропорт прямо в историческом центре города. А дальше по этой дороге – путь в Россию. Киров, Архангельск, Санкт-Петербург. В общем-то, куда душе угодно. На этом перепутье мы завершаем нашу программу. Для вас работал Дмитрий Щепанов и Александр Дуркин. Оставайтесь на севере.